МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 апреля пройдут выборы в Совет депутатов городского округа Балашиха. Приглашаем всех принять активное участие в выборе достойных депутатов объединенного города. Члены участковых избирательных комиссий городского округа Балашиха проходят обучение по работе с комплексами обработки избирательных бюллетеней. О работе комплексов, которыми будут оборудованы 53% избирательных участков, в ходе встречи с представителями СМИ рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Кравченко. КАИП – это автоматизированная система подсчета голосов. Вот человек подошел, бюллетень опустил, он человеческим голосом говорит, ваш бюллетень обработан, спасибо. И человек такой, и в нее уже лишний бюллетень туда не всунешь, и он четко обрабатывается, и результат данного, так сказать, бюллетня сразу входит в ЦИК. И по окончании избирательной кампании после 20-21 час оператор данной установки нажимает кнопку, там все, две кнопки, и протокол уже выходит готов. За кого? За. Сколько голосов, сколько недействительных, все четко прописано. Анатолий Кравченко также сообщил о некоторых деталях предстоящих выборов. По словам председателя ТИКа, бюллетень будет считаться недействительным, если в нем напротив фамилии, имени и отчества кандидатов в Совет депутатов городского округа Балашиха не будет ни одного знака, галочки или крестика, а также если таких знаков будет более двух. Также Анатолий Кравченко напомнил о праве досрочного голосования. Напомню, выборы депутатов Совета депутатов городского округа Балашиха пройдут 26 апреля 2015 года. За 25 мест в Совете поборются 70 кандидатов. 26 апреля выборы в Совет депутатов городского округа Балашиха. Весна. Балашиха. Будущее. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...